Здравствуйте! В эфире экономика. Программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. И сегодня в выпуске. Индустриальный сертификат – главный инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей. «Железный конь» – по более приемлемым условиям. Программа льготного автокредитования станет доступнее. Национальный кэшбэк или как государство стимулирует безналичные платежи. Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут. Ягульна Рожендагулова. Начнем. Количество автомобилей, реализуемых ежегодно в рамках программы льготного автокредитования, увеличится до 15 тысяч авто. Отметим, за 5 месяцев текущего года рост автопрома составил 46%. Объемы производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в стране растут третий год подряд. И в денежном выражении за январь-апрель 2019 года составили почти 84 миллиарда тенге. Индекс промышленного производства составил 145% по отношению к январю-апрелю 2018 года. Напомню, в Казахстане в январе-апреле 2019 года поставлены на учет 308 794 легковых автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По состоянию на 1 мая количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане составило 3942 единицы. В Казахстане разрабатывают налоговый кэшбэк. В стране планируют внедрить систему бонусов от государства. Сейчас Министерство национальной экономики разрабатывает систему бонусов от государства за безналичные платежи. Об этом рассказал глава ведомства Руслан Даленов. Это все входит в концепцию налоговой политики, когда приоритет – дальнейшее стимулирование безналичного расчета, расширение налоговой базы, упрощение процесса уплаты налоговых платежей. Так, по безналичным расчетам эксперты прорабатывают вопрос, чтобы те, кто расплачивается картой в торговых сетях, получал от государства бонус на свой налоговый кошелек, чтобы этим бонусом можно было уплатить другие налоги, либо покупать товары. Власти Берлина одобрили план заморозки арендной платы в столице Германии на ближайшие пять лет. В последние годы стоимость аренды жилья в городе резко выросла. Как ожидается, законопроект будет принят в январе 2020 года. Под его действия попадут 1 миллион 400 тысяч квартир и домов. Новостройки и социальное жилье закон не затронет. В среднем ежемесячная аренда квартиры в Берлине сейчас обходится примерно в 1100 евро. Берлин – не самый дорогой город в этом плане. По данным BBC, его опережают Барселона, Роттердам, Милан и Лондон, а в самой Германии – Мюнхен, Гамбург и Франкфурт. Но Лондон – бесспорный чемпион Европы по дороговизне. Трехкомнатная квартира в не самом престижном районе обходится в 1500 фунтов. Это около 2000 евро. И стоимость аренды жилья в Берлине только за первый квартал этого года выросла на 7%. Благополучная экономика привлекает в крупные города все больше людей, как из самой Германии, так и из остальной Европы. Берлин не успевает строить новое жилье, чтобы вместить постоянно растущее население. На объявления о сдаче квартиры обычно откликается более 100 потенциальных клиентов. Растущий спрос толкает цены вверх. Корпоративные инвесторы покупают старое или пришедшее в негодность жилье, чтобы отремонтировать его и сдавать. И многим берлинцам приходится покидать насиженные места, которые становятся им не по карману. Казахстане меняют правила участия в госзакупках. С 1 июля предприятия мебельной и легкой промышленности смогут принимать участие в тендерах только при наличии индустриального сертификата. Новые правила. Еще одно подтверждение. Государство все больше создает условий для развития отечественным производством. Мы разобрались, что же такое индустриальный сертификат и какие условия нужно соблюдать, чтобы его получить. Предприятия мебельной и легкой промышленности смогут принимать участие в государственных закупках только при наличии индустриального сертификата. Такие изменения внесли в Министерство финансов страны. Они начнут действовать с 1 июля. С этого дня участвовать в закупках товаров, экономике простых вещей смогут только производители, включенные в реестр квалифицированных поставщиков. Единственным критерием включения в реестр станет наличие индустриального сертификата, выдаваемого Национальной палатой предпринимателей. И вот с этого года в рамках поддержки правительства, поддержки полномоченных наших министерств мы внедряем индустриальный сертификат. В конце года прошлого были приняты соответствующие правила и в настоящее время уже идет механизм выдачи. Индустриальный сертификат выдается нашими региональными палатами НПП, которые расположены во всех областях, городах республиканское значение. Выдается бесплатно. То есть Национальная палата за выдачу индустриального сертификата никакой оплаты от субъекта бизнеса не получает. Без преувеличения такая мера необходима. Четыре года назад, когда Казахстан вступал во Всемирную торговую организацию, страна обязалась отменить преференции для отечественных производителей. В государственных закупках могут участвовать все, в том числе и иностранные компании. Больнее всего, пожалуй, новое правило ударило по мебельной промышленности страны. Предприниматели, работающие в этой отрасли, уверяют, казахстанский рынок давно заполонили представители других стран. Как бизнесмены казахстанских партнеров по ЕАЭС, так и представители дальнего зарубежья. Корея, Китая, Италия, Малайзия, Турция. Что дает индустриальный сертификат? В настоящий момент это единственный документ, подтверждающий статус отечественного товаропроизводителя. Это возможность предприятиям цивилизованно работать в открытом рынке. То есть заказчик будет знать, что это предприятие казахстанское, что оно работает по определенным нормативно-правовым актам, то есть по ГОСТам. Представитель мебельной ассоциации СЕТУ. В Казахстане зарегистрировано 1317 мебельных предприятий. Но при этом фактически работают и платят налоги, всего 843 из них, а реальных предпринимателей и того меньше. По аналитическим данным ассоциации, всего около 300 казахстанских компаний платят налоги, создают рабочие места, то есть работают в реальном секторе. И очень страдают от того, что недобросовестные, даже не производители, а банальные перекупщики, портят репутацию отечественной мебели, изготавливают некачественную или покупают одноразовую импортную, наклеивают на нее лейбл, сделанный в Казахстане, и перепродают в те же школы или больницы. Я считаю, что индустриальный сертификат – это, можно сказать, площадка дальнейшего развития саморегулирования бизнеса. На основании индустриального сертификата можно различные виды брендирования сделать, например, сделано в Казахстане, одобрено ассоциацией мебельщиков Казахстана, объединить определенные уровни гильдии, скажем так. Если это ремесленное производство, ну, например, ориентировать его на рынок потребительский, он очень большой. Если это промышленная группа, это направить на лоббирование интересов именно на крупных стройках. У нас сейчас Туркестан строится. Мебельная промышленность в Казахстане, по сути, только встает на ноги. Так, в начале 2016 года было зафиксировано достаточно значительное сокращение объемов производства – до 6 миллиардов 400 миллионов тенге, против 8 миллиардов тенге годом ранее. Среди регионов страны тогда наибольшее увеличение объемов выпуска продукции в стоимостном выражении показали мебельщики Алматинской области – около 1 миллиарда 300 миллионов тенге. И тут на руку предпринимателям сыграет самый важный элемент в индустриальном сертификате – это определение заявителя фактическим производителям. При этом у нас предусмотрена оплата отраслевым экспертам. В данном случае у нас в рамках все-таки внедрения определенного саморегулирования отрасли, при выдаче индустриального сертификата выезжают эксперты, представленные нашими отраслевыми ассоциациями, союзами, общественными объединениями. То есть государство предлагает следующую формулировку. Индустриальный сертификат – это добровольная сертификация, подтверждающая наличие у заявителя технической, технологической и ресурсной возможностей производить продукцию, выполнять работу и оказывать услугу в объемах, согласно заявленным в перечне товаров, работ и услуг. С этого года Национальная палата приступила к выдаче индустриального сертификата. В частности, этот вопрос мы поднимали неоднократно в рамках вступления Казахстана в ВТО и АЭС. Ряд преференций, которые ранее были у наших производителей в рамках госзакупок, иных, так сказать, закупок, были исключены. В итоге новые правила, по сути, поддержки казахстанских производителей, призваны расширить рынок отечественной продукции. Это значит, что качественная еда, одежда и обувь, мебель, инвентарь, бытовая техника, лекарства собственного производства, то есть все предметы быта казахстанцев, могут быть собственного производства. Для этого в стране и действуют программы импортозамещения. И резюмируя индустриальный сертификат, свидетельство о включении компаний в реестр отечественных производителей. Кстати, первый в стране принадлежит машиностроителям из Восточного Казахстана. Индустриальный сертификат предоставляет обладателям ряд преимуществ. Доступ к участию в государственных закупках, включение в реестр товаропроизводителей национального холдинга, а также дополнительные баллы в квалификационном отборе нацфонда. Это была экономика программ, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Ягульна Рожандагулова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова